МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тупогуб, тупогубенький бычок. У быка вела губа, была тупача. Быстрее! Начало-начало речевая разминка. Без хорошей артикуляции в вокальном деле трудно. Для ребят это первый опыт работы с голосом. Кто-то еще пока стесняется. Но стараются все как один. Для хорошего дела. Записи гимна проекта. Мама, ей, забери меня, забери. Забери меня, мама, ей. Казалось бы, сам велопробег уже закончился. Писать и петь песни никто не планировал. Но такое замечательное продолжение подсказал случай и сами ребята. И телеканал Енисей не мог не осуществить их мечту. Записать гимн проекта. В последнюю ночь к нам постучался 15-летний участник проекта Руслан. Он спросил, есть ли у нас ручка. Мы спросили, зачем? Он говорит, у меня паста закончилась. Мы говорим, а зачем тебе ручка в такое время? Он говорит, я песню написал. Он так вдохновился, собственно, этим пробегом, что реализовал все свои эмоции на листе бумаги формата А4. И мы просто не могли пренебречь этой ситуации. Главные идеологи, автор слов Руслан рассказывает, написать стихи действительно вдохновил проект. И тот самый ангел-хранитель, который оберегал ребят во время всего путешествия. Просто посмотрел на всех ребят, подумал так, что эта песня должна быть, потому что это память о всех нас, вообще о сердце с километром. То, что такой проект должен существовать и существует. И то, что все стремились к победе, к спорту. Музыку на слова выбирали все вместе. Это известная песня российского исполнителя. Пока секрет не раскроем, а вот азы вокала для ребят на протяжении нескольких часов раскрывал профессиональный педагог. Песня у нас в стиле хип-хопа, поэтому, я думаю, может быть, не столько научиться петь, как столько вместе произносить текст. Прежде чем петь, нужно понять, как это нужно делать. Поэтому, я думаю, для них это было ново, интересно и в жизни пригодится. Сами участники признаются, петь оказалось сложнее, чем они думали. Тем более записать предстоит не только песню, но и целый клип. Для себя охота. Иногда думаю заняться пением. Володе нравится мне некоторая сама музыка, но очень вдохновляет. Немного опоздал на репетицию, но все-таки примчался участник велопробега, судьба которого сложилась сразу после проекта. Его усыновили и теперь Саша живет в одном из поселков края. Нормально, привык уже. Первое время так сложно было, но сейчас уже привык. Мне нравится время. Я в интернете сижу в ноутбуке, на тренировке по футболу записался, езжу на велике. Там стадион, там тренер ведет тренировки. Совсем скоро в эфире телеканала Енисей вы сможете увидеть настоящий клип, где уже практически родные дети споют о своей самой главной в жизни мечте. При поддержке компании Красцветмет.